Первая проба на электронную систему биометрического контроля уже тестируют в пунктах пропуска на границе. Напомню, она заработает с нового года и будет касаться граждан 70 стран, которые Кабмин отнес к группе риска. Среди них и Россия. Новую процедуру видела в действии Светлана Шекера. С 1 января иностранцам, въезжающим на территорию Украины, нужно будет не только предъявить свой загранпаспорт, но и обязательно сдать отпечатки пальцев. Эту систему на границе вводят по решению СНБО. В сентябре президент подписал указ, которым ввел фиксацию биометрических данных на границе для усиления борьбы с терроризмом. На данный момент затвердженный список стран в Министерстве закордонных справ, он складывается из 70 стран страны, в том числе и Российской Федерации. И граждане данных стран подлагают обязательному фиксации биометрических данных. Для этого на международном пункте пропуска Гоптовка оборудовали 9 рабочих мест. Электронику уже тестируют. Компьютер, монитор и устройства, считывающие отпечатки пальцев. У пересекающих границу инспектор погранслужбы сперва отсканирует загранпаспорт, потом попросит приложить пальцы. Если у человека ампутованы пальцы или нет возможности снять отбиток, например, в гипси или забинтованный, программный продукт позволяет внести коррективу, например, ампутованы в мизинец. В этом случае гражданин притискает три пальцы. При повторном перетене будут уже остаться четыре отбитки пальцев. На оформление одного человека, говорят пограничники, уйдет не больше двух минут. Граждане Российской Федерации, которых в первую очередь коснутся новаций, уверены, на границе будут огромные очереди. Очередь будет создаваться. И так, видите, какая очередь. Бывает за час, бывает два часа. Сегодня четыре часа стоим. Или даже пять, да. Ну, наплыв. Машин большой. А эта женщина из Белгорода дважды в неделю ездит в Харьков к стареньким родителям. Заранее сделала биометрический паспорт. Есть биометрический паспорт. Здесь вот голограмма. Ну, считаю, что такой паспорт давно назрел, потому что люди разные и вообще. Ну, отчасти. Отчасти усложнит, потому что все-таки это на это на все время и возможности. Люди, ну, особо не возмущаются. Значит, назрела необходимость такая. Система фиксации биометрического контроля с 1 января заработает в пунктах пропуска вдоль всей украинской границы. На автомобильных КПП, в аэропортах и на железной дороге. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интерхарьков. Продолжение следует...